здравствуйте уважаемые подписчики главного патриотического канала страны очерки неугомонного павла а также веб-зрители этот видео обзор посвящен расселенному аулу джуматай червакского муниципального района омской области приятного вам просмотра по традиции прослушайте продолжение произведения мухтара ауэзова путь абая к возвращению кунанбая из каркаролинска некоторые аулы уже успели перейти из зимних помещений в юрты белоснежные и сероватые купола которых усеяли зеленеющие поля возле зимовья семьи где были старики и старухи еще оставались домах но вся молодежь переселилась просторные юрты полные весенней свежести аулы стояли как в ярком весеннем оперении были полны молодой бодрости кипели полнокровной жизни пестрые ягнята и козлята и прыгали и резвились на солнцеперки оглашая воздух непрерывным блеянием важно выступали пушистые вернужата поводя большими карими глазами конские табуны кишели кручавыми длинноухими жеребятами телята подросшие проворные задрав хвосты смешно подпрыгивали носились по траве вся природа расцветавшая пышная недержима пела согласный гимн торжествующей жизни все живое оказалось утверждала мы радость земли украшающие благотворяющий мир мы посланы из небытия в бытие все сияло ликовало и кипело в неудержимом цветении весны оба ула кунан бая уже находились же дебаи всюду доили кобыл павшихся год со стригунами и каждое утро и вечер звонко перебалтывали терпкий кумыс в черных лоснящихся кожаных мешках кунан бая встретили с необыкновенным почетом не только свои но и все другие аулы родов иргизбай тапай и жуан таяк родичи и друзья в течение последних дней скакавший из аула в аул с радостными вестями многолюдной толпой валили теперь же дебаи они являлись кунан баю с салема гостили у него шумной толпой сопровождали его свои аулы и с утра до вечера угощали и пировали сами зажиточные родичи приглашали себе не только самого кунан бая но и всю его семью жен детей и мать и ближайших родных зарезал лучшего барана которую она уже давно обещала в жертву благополучное возвращение сына кунан бай тоже заколол в ауле кунке жертвенного коня обещанного им самим за счастливый исход поездки эти праздники и угощения были необходимы кунан баю чтобы собрать родичи и сделать в уме отбор их кто из них сочувствует ему а кто нет кто как встретит его после тяжелых испытаний многолюдных сборах принимали участие все аксакалы и карасакалы каратай старейший народа кокше всю осень державшийся осторожно и двойственно сейчас выехал на встречу кунан баю шумной радостью приветствовал его и присоединившись нему неразлучно сопровождал его днем и ночью еще недавно аулы были полны слухов о том что кунан бай словным сослан лишен власти и чина теперь он вернулся не только оправданный но и звание волосного сплетни мгновенно смог кроме того рассказы мир за хана о мужестве и смелости кунан бая проникли всюду и повторялись даже маленькими детьми а ежедневные щедрые угощения и приемы гостей имели для кунан бая большее значение чем простое торжество честь радостного события он собирал людей объединял родичей успевших разблестись вновь крепко стягивал сдерживающий их обруч и поднимался в их глазах на прежнюю высоту за это время все аулы уже успели покинуть зимовья сплошным потоком двинулись гор в долины весенним пастбищем и начали расходиться в разные стороны гостей которые ежедневно валили кунан баю целыми толпами тоже стало меньше теперь он мог все свободное время проводить с женами и детьми три дня он пробыл в долине где расположился аул улжан а бай заметил как сильно посидел отец и как много морщин прибавилось на его лице однажды на обед улжан собрались кункэ кудайберды и айгыз обратившись заре кунан бай сказал несколько слов предназначен для всей его семьи корич рожденной тяжестью минувшие испытания дышала в его словах теперь он особенно остро чувствовал свое одиночество ни среди старших ни среди младших сородичей он не видел ни одного на которого мог бы опереться он жалел что имея нескольких взрослых сыновей до сих пор откладывал их женитьбу и лишал себе радости иметь внуков лелеять их и любоваться их забавами все матери вместе с зарея могли только приветствовать его слова это значило женитьба взрослых сыновей внуки все это радовало женщин как долгожданное счастье кунан бай сказал между прочим что последних испытаниях его высшей опорой был создатель а человеческой поддержкой два свата у них по его словам он нашел настоящую дружбу и участие это были алшин бай и тени бай кроме того по пути в омск он встретил исключительное сочувствие радушия у байтаса старейшими рода тазболаду тут же кунан бай рассказал о решении принятом им еще в пути у байтаса есть маленькая дочка яркий жан кунан бай решил засватать ее для аспана и она уже наречена невестой его зорняка сына все особенно матери встретили это решение кунан бая с неподдельной радостью они со смехом осуждали как сообщить шоуну что на его ноги уже надеты пуды кунан бай заговорил и об остальных двух сыновьях улжан таки жан в прошлом году ездил к невесте его тесть получил же весь колыб зачем же оттягивать дальше пусть утвердится молодая юта таки жана второе решение самое важное требующие участия и заботы всех присутствующих нужно снарядить оба я в поездку к невесте с ассан баем кунан бай уже сговорился об этом они решили устроить свадьбу теперь же весной среди других сватов кунан бая ассан бай занимает особое место помимо того что их обоих связывает крепкая дружба алшин бай сын и потомок козыбека и тленшин известных всему аргыму он самый влиятельный человек этого края никто не может сравниться с ним послать нему жениха да еще в первую поездку дело нелегкое и требующие большой подготовки нужно потратить немало средств скота и ценностей матери одобрили и это намерение только зерея призадумалась не лучше ли послать его после переезда на жаляу когда кончатся все хлопоты скачевками и жизнь опять наладится но кунан бай объяснил ей жаля у алшин бая слишком далеко от нас и добраться до него будет очень трудно скот которыми погоним дорогой замориться а бая должны сопровождать пожилые люди им будет тяжело надо собраться в путь ближайшие 5-6 дней и кунан бай обратился к лжан ты поедешь тоже вези сына к новой родне сама кунан бай не любил затягивать начатое дело не раздумывая долго он тут же назвал людей которые должны сопровождать оба я определил количество скота ткани денег драгоценностей серебряных слитков ценные утвари и других подарков поездка вызвала бесконечные толки подарки алшин баю состояли из двух косяков отборных буланных и рыжих коней слитков серебра и дорогих тканей в ту же ночь 7 палатинс были отправлены за покупками из гуты и кудайберды они получили наказ по приезде в город посоветовался с тени бая закупить все что найдут и спешно вернуться домой не позже чем через четыре дня решение своей судьбы каждый сыновей кунан бая принял по-своему айгысы из гуты с усмешкой обратились к аспану тебе засватали невесту сказали они аспан не сразу понял он удивленно переспросил что это такое невеста баба что ли из гуты объяснил ему а потом спросил как он относится к этому делу аспан ответил без запинки под общий смех что ж возьму ладно баба пригодится а баю решение отца передала улжам ее смутил взгляд табая но она мысленно успокоила себя стыдиться наверное а бай принял новость молча с холодной сдержанностью внутри нем вздрогнул и насторожился точно что-то холодное коснулось его души мысли о так жан молнией прорезала его мозг он почувствовал что совершает преступление перед несколько дней подряд а бай оставался задумчивым и замкнутым тяжелые мысли овладевали им все сильнее у него есть невеста у также он тоже есть жених сговоренный уже давно не поехать не жениться нельзя все в воле родителей и не найдешь причин отказаться от поездки все стремления его сердца принадлежат также но вырваться из запутавшей его паутины невозможно он поехал к невесте молчаливый и угрюмый свадебный поезд жениха приехал в аул будущего тестя алшинбай только что успел перекочевать на широкую равнину богатую кормами и обильную водопоями здесь расположилось около 40 аулов рода башал связанных между собою их общим предком козыбеком все же дали гостей юрты для них были уже поставлены угощение готово и в день приезда привезли кобыл для дойки ранее обычного по старому обычаю пожилые сваты вместе служа сопровождаемый 30 жигитами и свитой и женщин прибыли на полдня раньше жениха главный сватом был названный брат кунан бая из гуты с ним ехали аксакалы певцы и жигиты и табунчики для ухода за лошадьми самого абая сопровождали 12 жигитов молодого поколения иргизбаев шутник мерзахан посыльный жумагу из ближайших родных такижан абай пригласил собой и ирбова и весь долгий путь больше недели был с ним не разлучен уже доставила вау свата ценные дары табуны лошадей верблюдов ткани для подарков женщинам драгоценности два верблюда были навьючены тюками с приданым невестой здесь были пестрые шелка бархат сукно шали другие два нести на себе в тюках чапаны рубашки платки и кафтаны материю и обувь для подарков новым родичам по обычаю старины главной ценностью были слитки серебра предназначенный в дар самому алшин баю 10 лет назад когда кунан бай приезжал сватать дельду для абая он получал в подарок от родных невесты тяжелый там туяк привезенный улжан бисик жамба превосходил его величиной кунан бай одаривал свата более ценным подарком и не успел жених приехать как все аулы алшин бая заговорили о щедрости и богатых дарах его свата но тут же стало известно и то что алшин бая не останется в долгу для жениха его родни были поставлены три огромные белоснежные юрки с великолепным убранством для угощения были отобраны от гульные годовалые жеребята выкормленные молоком маток трехлетний бараны крупные ягнята к юрке где помещалась улжан особо подвели от гульного стригуна продолжение следует благодарю всех тех кто досмотрел этот видеообзор до конца подписываемся на главный патриотический канал страны очерки неугомонного павла призываем подписаться родных и близких до новых встреч дорогие друзья будьте здоровы